Первый тип ткани эпидемии. Второй тип ткани. Позываться он будет соединительная ткань. И про него отдельная песня. Скажите, пожалуйста, кто себе представляет? А вот с физической точки зрения, любая живая клетка, на что больше всего похожа? Вот так желательно, чтобы это было вам хорошо, знакомо. Нет, я не форму имею в виду. В каком состоянии вещества клетки? Кисель. Капелька жидкого киселя. Хорошо. Можно ли построить что-нибудь прочное из киселя? Нельзя. Растечет. А мы говорили, что как только клетка внутри начинает строить что-то прочное, она себя обитает на смерть. А тем не менее, у очень многих, не у всех, но у очень многих животных есть вполне себе прочные органы и даже целые системы. Так называется оборудование. Статично, то есть неподвижная часть этой системы называется скелет. И очень даже прочная. Как же создать... Кстати, а хвости, хрящи, связки, схожилия, они живые или, может, как волосы мертвые? Нет. А как доказать? Прошу? Прошу. А ногти и волосы? Это белок, это органическое вещество. Просто целиком. Кость мертвая считаете, да? Вот сколько у вас неприятностей в жизни было бы, если бы хвости, связки, схожилия были бы мертвыми. Подумайте, ребят, давайте включайте мозги, а ответ не настолько и сложно. Какие можно привести доказательства того, что хвости, связки, схожилия живые, а вот волосы неживые. Волосы не чувствуют боли. Ну, на самом деле, доказательства, хотя не очень хорошие. Если я вас, как следует, дерну за волосы, вы вполне себе почувствуете. Правда. Если вы умный человек расскажете, это не волосы почувствовали, это у корней волос сидят нервные окончания, так, там, конечно, есть живые клетки. Да? Ага, верно. Но здесь вы чуть-чуть мажете. А вот в хряще нет кровеносных сосудов. Хрящ такая хитрая ткань, кстати, единственная в нашем теле, сквозь которую не проходят кровеносные сосуды. Прошу вас. Так все части нашего тела. Пусть срастаться умеет. А разорванные связки срастаться умеет. А здесь вы не были мертвые. Вот скажите, я взял у стула, отломал ножку. Она сама когда-то растет? Нет. Это понятно? Значит, если система умеет сама себя эдемонтировать, она может быть только живой. И никак иначе. Ну а как же построить прочную, живую ткань? Вот это и есть клетки соединительной тканей. Что они делают? Вот возьмем маленькую компанию таких клеток. Каждая такая клетка поглощает питательные вещества не только для того, чтобы жить, а для того, чтобы строить очень прочные вещества, но она в себе их не держит. Она их выбрасывает вот сюда. Слой межклеточного вещества формируется. Так? Скажите, со временем, что вы с толщиной этого слоя? Вот это начало развития. А в конце взрыва тканя. Вы увидите вот такую картинку. Вот сидят живые клетки. А между ними что? Межклеточное вещество. В результате, соединительная ткань, это единственная ткань, которая больше чем наполовину состоит не из живых клеток, а из межклеточного вещества, созданного живыми клетками. Поэтому свойства ее будут зависеть от того, какое вещество строится. Есть плотная соединительная ткань, значит, это кость и хрящ. Есть волокнистая. Ну, кость, просто, крепкие кости, просто скалу встроят. На самом деле, даже не просто скалу, это материал больше всего похож на железобетон. Значит, скажите, вот у вас есть железобетонная плита, кроме бетона, что еще в ней? Ага, стальная арматура, не железо, а сталь. Стальная арматура. Так, а зачем она нужна? А бетон и так крепкий. Вот есть такое детсадское слово, крепкий. Ага. Скажите, пожалуйста, скалин гранит, крепкий или не крепкий? Требет. Хорошо. Я беру колонну вот такого диаметра, ну, допустим, два моих пальца, так, в толщину, такого диаметра. И высотой 2 метра, вот такую колонну из гранита. Как правило, я сейчас сверху накладываю брус. Сколько такая тоненькая колонна выдержит? Очень. Ага, полторы тонны. Не очень. А теперь я беру эту колонну, вот ровно ту же самую колонну. Одним концом положил вот сюда, а вторым концом вон туда на кафедру. А сам подошел и вот так вот сел на нее. И что с ней будет? Стереться. Она сразу лопнута. Я не вешу полторы тонны. Почему в первом случае полторы тонны держит, а в другом случае меньше тонны держит? Да. О, вы сказали необходимое слово. Вы сказали необходимое слово. Не сгибался. Дело в том, что разные нагрузки. В первом случае была нагрузка на сжатие. А в втором случае, как вы абсолютно верно отметили, нагрузка на изгиб. Так вот, скала отлично держит нагрузку на сжатие. А вот нагрузки на изгиб? Очень плохо. Перистальнические решетки их плохо держат. А теперь что мы делаем? Беру такой же стальной плит. Даже подольше. Если его сверху грузить, он, конечно, не будет держать полторы тонны. Не выдержит. Он будет изгибаться как-нибудь. Так? Пружинистый, но не удержит прямую линию. Хорошо. А если я на него сяду, он лопнет или нет? Нет. Нет. Он пружинистый согнется, а когда я встану, разогнется. Почему? А потому что сталь отлично держит нагрузки на изгиб. В результате что делаем? Берем стальную решетку и заливаем ее бетоном. Бетон застывает, превращается в столб. А вот такая композиция. Какие нагрузки будет держать? Любые те и те. Значит, разлететься в дребезги при изгибе не даст стальная арматура. И загнуться при нагрузках на сжатие не даст кристаллической основы. Так вот, ровно так же устроены наши кости. Ну, география сейчас непопулярная наука. Как сказано в одном литературном произведении, неплагородное это делает. Извозчику скажу, он отвезет. Зачем знать, как устроено все вокруг? Есть такие горы на территории России. Хибины называются. На Кольском полуострове. Может быть, кто знает, чем эти горы славны? Какое там производство? Что там добывают? Ну, вот, должен. Минерал, который называется апатит. Апатит – это отличное сырье для производства лудогрей. Фосфорных лудогрей. А вообще-то апатит – это скала. Я же говорю, там целая горная система из него построена. Фокус чёрный. О том, что клетки наших костей строят вокруг себя ровно тот же самый апатит. Ну, не совсем такой же, туда отвлечены ещё малюковой воды. Это будет кристаллогидратная апатит. Но закладывают арматуру. Правда, не стальную. А из волокнистого белка – коллагеба. В результате получаем ровно такую конструкцию, как железобетонную. Если бы просто из скала была кость, я вот так ударил по руке, и кость сломался. Ударные нагрузки на изгиб скала держит в луке. А вот белковая основа позволяет удерживать нагрузки самого разного характера. Это по поводу костя. Теперь, второй вид. Как были компактные соединительные крылья. Волокнистые соединительные крылья. Из них построены связки, сухожилия, суставные сумки. Ну, и масса других деталей нашего тела со всякими хитрыми именами. Фасции, внутренние связки и там подобное. Вот скажите, они должны быть, но про сухожилия и связки наверняка слушают. Они твердые или нетвердые? Они быть эластичные. Слово эластичные подразумевает растяжимость. Вот я взял за связку и потянул в разные стороны. Ее длина увеличится. Растяжимость у нее примерно такая же, как в стальной проволоке. Значит, если вы очень сильно потянете стальную проволоку. Ну, тоненькую стальную проволоку очень сильно потянется. Ну, чуть-чуть она удлинится. Всего на 2% от исходной длины. А дальше, если вы еще сидите, а просто оплит. Связки сухожилия почти нерастяжимы. Но зато они гибкие или негибкие? Очень гибкие. Крепкие в этом случае строят не скалу, а строят волокнистый блок коллаген. И вот идут пучки этих волокон. Каждое коллагеновое волокно, напоминаю, по прочности, близко, по разрывной прочности. В общем-то, это железная пробка. В результате получаем надежную конструкцию. Правда, у нее есть одна неприятная служба. По этих связках. Вот, смотри, вот идут коллагеновые пучки. Я взял вот так и пробовал порвать. Мне с легкостью удастся или нет? Нет. А если я взял вот так и пробовал вот так порвать? Ага, расслоится. Вы же видите, волокна ориентированы, все примерно в одинаковом направлении. Так вот, расслоение связок с ухожилием, пасцией, это очень неприятный медицинский случай, правда, редко наблюдаемый. Наше тело очень надежно построено. Скелет встроен так, что нагрузку на расслоение почти невозможно получить. Хорошо. Ну и, наконец, последняя, хитрейшая соединительная ткань. Смотрите, вот эти первые две группы, плотные, молотнистые, они, в общем-то, механические, единство тела обеспечивают. А теперь скажите, ребята, элементарный вопрос. Вот этот кусочек мела сейчас в моем теле или во внешней среде? В внешней среде. Ага, вот сейчас он в моем теле или во внешней среде? Во внешней среде. Вот сейчас он в моем теле или во внешней среде? Во внешней среде. Конечно, во внешней среде. Все тело со всех сторон, без исключения, Какой тканью покрыта? Эпителия Так что попасть в тело можно при одном условии При каком? Только пройдя сквозь эпителия В этом-то и фокус Вы съели завтрак Через 15 минут завтрак внутри вашего тела или нет? Нет Смотрим Ну, ручки-ножки нас не интересуют Второе отверстие Пищевод, желудок, кишечник Вот здесь находится завтрак Ваше тело из чего состоит? Из клеток Скажите, пожалуйста, эти вещества имеют контакт с какими-либо клетками вашего тела? Ни с одной Ни с одной, кроме эпителия желудка Вопрос Когда эти вещества реально попадут в ваше тело? Когда произойдет всасывание? Когда стенка желудка, стенка кишечника из просвета, из этого кореона Перебросит питательные вещества в кровь А дальше, а дальше уже действительно потет Так что все заполнение желудка и кишечника Это продолжение вашего тела или продолжение внешней среды? Внешней среды Внешней среды Через анальное отверстие выходят какие вещества? Те, которые были в вашем теле и те, которые никогда не были в вашем теле Это то, что никогда не попадало в клеткам вашего тела Так что давайте договоримся, что попасть в тело, не пройдя сквозь эпителий, просто невозможно Эпителий есть ткань пограничная Покрывает все поверхности Хорошо Ну а теперь, кислород у вас попадает в тело таких органов, которые называются лёгкие Именно здесь кислород проходит сквозь эпителий лёгких и оказывается в кровь Это и вопрос, а в головном мозге кислород нужен? Да Ну и как вы будете доставлять из лёгких в мозг? Из лёгких в пятку Так, не голдеть, руки, руки, руки Прошу вас Через кровь Значит, какие задачи выполняет кровь в данном случае? Соединяет одни органы с другими Это соединительная функция? Да, разумеется Поэтому кровь и ещё одна внутренняя среда лимфа относятся к соединительным кормам Ну, первая, мы говорили, плотная Вторая, блатнистая Третья, жидкая Ну и дальше, как все уважающиеся соединительные ткани Кровь более чем наполовину состоит не из клеток А из чего? Из межклеточного вещества Из межклеточного вещества Только это межклеточное вещество жидкое, а не твёрдое И называться будет плазма крови Плазма 60% А клетки крови всего 40% Поэтому кровь не настолько текущая, как вода Кровь значительно более вязкая и плотная Чем вода Хорошо Займитная тверя